Здравствуйте, Пузывной Док. Я судья этого турнира. Это первый в истории России турнир такого уровня. В отличие от многочисленных спортивных турниров, уклон сделан совершенно на иное, на боевое применение. Несмотря на то, что здесь участвуют и военнослужащие, и гражданские лица, и сотрудники силовых ведомств, правила для всех одинаковые, подходы ко всем одинаковые. Самое дальнее расстояние 1600 метров стрянули победителя. Кто поразит самую дальнюю мишень ночью или днем, тот и является победителем. Ночной этап вот уже завершили. Все молодцы, и это не фигура речи, не пытаясь там кого-то, знаете, там, сгладить. Условия сложные, объективно сложные. В таких условиях мало кто стрелял. Погода, ночь и все остальное. И показанный результат, на мой взгляд, отличный. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я из города Энгельса, Саратской области. Это одни из самых сложных соревнований, которые были в моей жизни. Из-за мороза, дистанции. Ну и самое главное, это соперники, которые здесь сюда приехали. Да, очень сильные ребята. Поэтому бой будет тяжелым. Меня зовут Иванова Бугнара. Я представляю рисунок Сахай-Кутни. Сама из Жиганска. Принимаю участие в стрелковых соревнованиях не впервые, но в таком масштабном и в таком виде стрельбы впервые, конечно. Это боевой снайпинг. Это немножко другое, чем стрельба на дальней дистанции. Стреляю я со своей винтовкой год уже занимаюсь. Стараюсь участвовать на всех мероприятиях, которые в республике проводятся. Были выезды за пределы республики. Когда мы стреляем, мы не делимся на половые, как по полу, да, ни мужчин, ни женщин на рубеже, ты стрелок. Особого такого волнения не было. Квалификацию до 1 км я, к сожалению, не прошла, но там немножко другие факторы, чисто технические факторы были. Такое бывает. Из 104 участников квалификацию прошли только, насколько я знаю, 18, это меньше 5%. Поэтому наравне с такими опытными стрельками стрелять и участвовать в этих соревнованиях это большая честь. Это очень крутая возможность. Скорость успешных профессий. Были первые опытные именно как бы получили, когда это было 24 часа. Хорошая честь. Были первые опыты. Мы впервые, что мы видим, когда мы смогли обучать, оaha, раньше хорошее. У нас были первые опыты. Это было чудесно. У нас было очень большое турнир, что мне кажется, что это было 24 часа. В честь героя Советского Союза, нашего снайпера, Федора Матвеевича, у нас приобретения. У нас было 24 часа. И этот человек был 1 часа. А этот асфальт уже в топ-танкрофт обменяться опытом, чему-то научиться и показать себя.